...сообщение о том, какая таргетная терапия целесообразна для назначения пациенту, не достигшего полного патоморфоза. И в названии здесь тоже существует очень важный момент. Несмотря на то, что система MillerPaint, система RCB, система TNM демонстрируют различные степени патоморфоза первичного очага лимфатического узла, с точки зрения рутинной клинической практики, на сегодняшний день, может быть, завтра что-то поменяется, но на сегодняшний день важным является именно полный патоморфоз. Именно достижение полного патоморфоза трактуется как либо показания, либо противопоказания к проведению той или иной терапии. Как я уже сказал, когда мы говорим о биологических подтипах, мы, конечно же, ссылаемся на показатели выживаемости. И HER2-позитивный, трижды негативный подтип демонстрировал изначально, скажем, удручающие цифры. Что касается HER2-позитивных пациентов, то появление таргетной терапии кардинально изменило показатели безрецидивной общей выживаемости у наших пациентов. Это касается как метастатических больных, это касается и больных, которые получали таргетные и получают таргетные терапии в одеванте. Это касается на сегодняшний день и пациентов, которые получают неодевантное лечение. Если мы говорим о современных стандартах, которые в нашей стране приняты, это назначение таргетной анти-HER2 терапии при стадии Т1-БН0. Мы говорим о таргетной терапии в данном случае как неодевантной или одевантной. Конечно же, когда Т1-БН0, в большинстве случаев речь идет об одевантной терапии. Но на сегодняшний день таргетная терапия применяется при ранних стадиях рака молочной железы при HER2-позитивном биологическом подтипе. Мы можем с вами говорить о неодевантной терапии, мы можем говорить об одевантной терапии, но на сегодняшний день эти понятия абсолютно связаны. И если говорить об одевантной терапии у пациентов, не достигших полного патоморфоза, то, конечно же, нужно несколько слов сказать о неодеванте. Цель проведения неодеванта, если мы говорим с точки зрения мультидисциплинарной команды, это, конечно, цели представлены на данном слайде. Помимо снижения объема хирургического вмешательства, о котором я сегодня уже говорил, существует огромное количество целей. Радикация микрометастазов, улучшение общей выживаемости, прогностическая информация, оценка эффекта химиотерапии и идентификация пациентов как для эскалации, так и для деэскалации лечения. То есть результат на одевантной терапии заставляет нас принимать те или иные решения для выбора системной терапии или отказа от системной терапии в послеоперационном периоде. Достижение полного регресса у HER2-позитивных пациентов наблюдается сегодня в некоторых подгруппах до 80%. 80% пациентов с гормоннезависимым статусом, с HER2-позитивным статусом в определенных исследованиях продемонстрированная цифра полных патоморфологических регрессов. Это, конечно, очень хорошие и действительно значимые цифры. Если мы говорим о двойной таргетной блокаде, то на сегодняшний день, согласно нашим стандартам, это Т2 или Н+. И говоря о таргетной терапии, конечно же, HER2-позитивного рака нельзя не остановиться на химиотерапии, потому что на сегодняшний день химиотерапия с таргетной терапией является тем комплексом, который мы применяем как в неодюванте, так и в одюванте при лечении наших пациентов. И применение антрациклинов здесь стоит таким очень особенным моментом, потому что, как я говорю, врачи делятся на антрациклинофилов и на антрациклилофобов, и те или иные отстаивают свои позиции. Действительно, позиции антрациклинофилов в последнее время несколько страдают. Они сдают свои позиции, потому что появились исследования, демонстрирующие показатели общей выживаемости без антрациклиновых схем, и, в общем-то, они сопоставимы с антрациклиновой схемой. Но пока на сегодняшний день как антрациклиновые схемы, так и без антрациклиновые схемы находятся в стандартах лечения, и без них мы пока не можем обойтись. Если же мы говорим о двойной блокаде без химиотерапии, то сегодня это предмет клинических изысканий и исследований. Неодевантная терапия с помощью двойной блокады демонстрирует очень неплохие результаты в определенных подгруппах. Есть подгруппы, которые демонстрируют до 45% полных регрессов. Это очень здорово, но это слишком мало. Присоединение химиотерапии дает нам, как я уже сказал, до 80% полных ответов патоморфологически, и на сегодняшний день мы, конечно же, говорим о применении двойной блокады с химиотерапией, что, собственно, и представлено на данном слайде, где однозначно доказывается, что сочетание химиотерапии и двойной блокады это тот выбор, который на сегодняшний день должен делаться нашими докторами. Если мы говорим о неодевантной терапии, то мы должны говорить о показаниях проведения. На данном слайде представлены показания для проведения неодевантной терапии и показания для проведения двойной тарген на антихер-2 блокады в неодеванте. Как мы видим, эти показания абсолютно пересекаются. Возможные режимы неодевантной терапии – это энтрациклиновые схемы, это токсаны, это применение сочетания препаратов токсанов и карбоплотинов, TCHP, самая известная на сегодняшний день схема, о которой мы поговорим чуть ниже. Но так или иначе, любая терапия у пациентов ХЕР-2 позитивным раком молочной железы должна на сегодняшний день содержать химиотерапию и таргетную терапию. Что же у нас с одевантной терапией? С неодевантной мы более-менее разобрались. С одевантной терапией все тоже очень интересно. И с точки зрения одевантной терапии, изначально нужно говорить о одевантной терапии без предоперационной системной терапии. У нас существует два исследования, которые продемонстрированы на данном слайде. Эти исследования говорят о том, что сочетание тростозумаба и пертозумаба в одевантной терапии рака молочной железы действительно может применяться. Но желательно применять ее все-таки у пациентов с биологически плохим прогнозом, с плохим прогнозом общей безрецидивной выживаемости. Стандарты, которые существуют на сегодняшний день, говорят о том, что даже гормональный статус уже вроде как не определяет пациентов в группу плохого и хорошего прогноза. И, в общем-то, мы в своей практике больше ориентируемся при ХР2-позитивном раке молочной железы на стадию процесса, говоря о выборе терапии двойной блокады в одеванте. Почему так важно вот этот переход от неоадеванта к одеванту? Да все дело в том, что мы опять-таки упираемся в ответ патоморфологов. И пациенты, которые достигли полного патоморфологического ответа, независимость даже уже от сочетания других рецепторов, имеют шансы на лучшие показатели общей безрецидивной выживаемости. Это касается и трижды негативного рака, это касается и ХР-позитивного рака молочной железы, это же касается, как ни странно, даже люминальных раков молочной железы. Именно наличие или отсутствие резидуального рака молочной железы и соответствующая назначенная одевантная терапия это сегодня краеугольный камень ранней формы рака молочной железы. Еще один очень важный момент, прежде чем мы поговорим о том, какой выбирать тип терапии у наших пациентов. Это исследование Катрины. Исследование Катрины, о котором многие знают, слышали. Исследование Катрины, которое положило препарат ТДМ в стандарты лечения и которое продемонстрировало то, что у пациентов с резидуальной опухолью назначение ТДМ является благом, которое дарует лучшие показатели безрецидивной выживаемости. И это действительно так. Пациенты, которые получают препарат ТДМ, сочетание таргетной химиотерапии в одном флаконе по сравнению с препаратом Тростозубаб, имеют лучшие показатели выживаемости. Поэтому исследование Катрины и стало тем краеугольным камнем, который изменил стандарты одевантной терапии при резидуальной опухоле молочной железы. На этом слайде я постарался схематично определить основные алгоритмы и по принятию решения о том, какую терапию нужно нашим пациентам получать. Если мы говорим об одевантной терапии хир-2 позитивного рака молочной железы, то наши пациенты делятся на две группы. Первая группа пациентов – это первичные больные, которых мы оперируем изначально, на обфронт и потом получаем то или иное патоморфологическое заключение. Если у пациентов опухоль менее 5 см, не поражены лимфатические узлы, мы считаем это благоприятным прогнозом. И в левом нижнем углу слайда видите Тростозумаб с поклитокселом, более чем достаточное лечение в одеванте. И противоположная группа больных – это пациенты с пораженными лимфатическими узлами категории N2, которым назначается двойная таргетная блокада с одевантной химиотерапией. Ну и, соответственно, промежуточная стадия, где применяется и химиотерапия более агрессивная, и применяется также таргетная терапия. Все дело в том, что, с моей точки зрения, вот этот вот левый столбик, он очень спорный, потому что HER2-позитивные пациенты, наверное, в подавляющем большинстве случаев должны получать на одевантную терапию. Вот та самая группа с маленьким размером опухоли, которой мы назначаем Тростозумаб с поклитоксел, который оперируется обфронт, скорее должны и составляют исключение из наших пациентов, потому что большинство наших пациентов имеют все-таки более распространенную стадию заболевания, особенно у биологически агрессивных подсипов. И поэтому большая часть наших пациентов – это пациенты, которые изначально получают неодевантную терапию, и как следствие в цели неодевантной терапии мы стремимся достичь полного патоморфологического регресса, и тем самым назначаем пациентам химиотерапию с двойной таргетной блокадой. Потом мы выполняем хирургическое вмешательство, и как следствие либо получаем полный регресс опухоли и продолжение таргетной терапии препаратом Тростозумаб до 1 года, либо мы получаем резидуальную опухоль, и как следствие назначаем препарат ТДМ1. Левая половина слайда – это не то, что неправильная, но, скорее всего, не совсем правильная назначенная тактика лечения. Я понимаю, что бывают казуистические случаи. Мы ставим стадию Т1Н0, идем на хирургическое вмешательство и получаем патоморфологический ответ категории Н2. Так иногда, наверное, бывает. Но это не должно становиться практикой, это не должно быть рутинной ежедневной практикой маммологической службы. У пациентов с ХЕР2-позитивным статусом крайне редко встречаются ранние формы в рутинной ежедневной практике. Поэтому большая часть пациентов должна, наверное, идти по сценарию, который определен в правой половине этого слайда. Говоря о ХЕР2-позитивном раке молочной железы, нужно сказать, конечно же, он тоже неоднороден. Это большое заблуждение считать, что если морфологи написали вам ХЕР2-позитивный статус, то это однозначно кандидат для таргетной терапии, но это совсем неоднозначно, что вы получите полный патоморфологический регресс. Потому что одним из факторов, который нужно обсуждать и нужно знать, нужно понимать о том, что эта группа тоже по своей сути гетерогена. И ХЕР2-энрич молекулярно-генетический подтип представлен только в половине или в 60% случаев. Именно этот подтип очень хорошо откликается на таргетную терапию. Именно этот подтип является кандидатом для достижения полного патоморфологического регресса. И в ХЕР2-позитивных раках молочной железы встречаются и базально подобные, и люминальные группы А и Б. Еще очень важный вопрос, когда мы говорим об одювантной терапии больных с резидуальной опухоли, это изменение подтипа ХЕР2-позитивного рака молочной железы на фоне неодювантной терапии. Действительно, определенный процент пациентов имеют совершенно разные биологические подтипы до начала неодюванта и после проведения неодюванта. И большая часть резидуальных опухолей представлена люминальным А-подтипом. Но действительно ли это люминальный А-подтип как таковой? Или мы имеем в виду совершенно другую опухоль? Потому что применять к оценке биологического подтипа опухоли те же самые методики, которые применяются у больных до начала неодюванта и которые применяются после неодюванта, наверное, тоже является не совсем корректным моментом. И это не совсем то же самое, что делается до начала лечения и после начала лечения. И являются ли эти опухолевые клетки действительно люминальным раком молочной железы? Уже 2-3 года назад было проведено замечательное исследование, в котором было очень хорошо показано изменение молекулярно-генетического подтипа опухоли в приклинических моделях. Брались культуры опухолевых клеток, ХЕР-2 позитивная культура опухолевых клеток, на них проводилась анти-ХЕР-2 терапия, и через какой-то момент резидуальная опухоль становилась люминальной А. И у этих опухолевых клеток переставали получать таргетную терапию. И буквально через 72 часа те самые люминальные клетки А вдруг почему-то становились опять ХЕР-2 позитивными. Происходило возрождение опухолевых клеток с ХЕР-2 позитивным подтипом. Наверное, это исследование является очень важным с точки зрения понимания того, зачем мы назначаем таргетную терапию при резидуальной опухоли, которая потеряла ХЕР-2 статус. Дело в том, что резидуальная опухоль без таргетной терапии через какое-то время опять становится ХЕР-2 позитивным. По крайней мере, реклон клеток с этими рецепторами возрождается вновь. И это важно с точки зрения того, что рецепторы возрождаются. Они возрождаются как феникс на фоне отмены от таргетной терапии. Важный момент с точки зрения достижения полного патоморфологического регресса. Мы действительно с вами последние несколько лет, условно говоря, молимся на полный патоморфологический регресс. Нам нужно с вами его достичь. Мы хотим этого сделать. Но действительно ли полный патоморфологический регресс – это мерило эффективности лечения, которое мы применяем? Вот очень интересные данные, которые демонстрировались Эриком Винером. Нет ответа на одевантную химиотерапию. 70% пациентов вылечиваются, 30% прогрессируют. Есть ответ на стандартные схемы на одевантной химиотерапии. 90% вылечиваются, но 10% все равно прогрессируют. Это очень усредненные данные. Таким образом, пациенты, которые не имеют полного патоморфологического ответа, имеют тоже огромные шансы на выздоровление от нашего заболевания. Если вы не достигли полного регресса, это не повод опускать руки, это лишь повод продолжить применять новые режимы лечения, как в одевантном режиме, ну и, соответственно, ждать появления новых схем химиотерапии и таргетной терапии в неодевантных режимах. Поэтому я не то что предостерегаю, но хочу все-таки донести до слушателей, что полный патоморфологический регресс – это очень здорово. Но хочу напомнить, что мы всегда говорим о суррогатных биологических подтипах, и иммуногистотипы, которые нам дают патоморфологи, они суррогатные как таковые. И наша точка зрения на полный патоморфологический регресс, на HER2-позитивный рак молочной железы, на люминальный А или Б – это тоже суррогатная точка зрения, потому что на самом деле биологических подтипов значительно больше, и результаты, которые мы получаем в ходе неодевантной терапии, значительно шире и интереснее, чем мы иногда трактуем с вами. Возможные причины резистентности опухолек терапии. Потому нельзя не сказать, что несмотря на все наши успехи и на всю браваду клинических исследований, существует группа пациентов, которые, к сожалению, не отвечают на неодеванты или быстро прогрессируют после одеванта. Молекулярно-генетическая гетерогенность опухоли обуславливается с замещением чувствительных терапий клоны на резистентные. Ну и как одна из важных причин – это воскрешение, конечно же, в кавычках, опухолевых клонах в отсутствии таргетной терапии, что характерно для HER2-позитивных наобразования. Еще раз должен сказать, что деление пациентов на одевантную терапию – это скорее деление пациентов в историях болезнях и в амбулаторных картах. На самом деле, это один и тот же процесс лечения, который прерывается на выполнении того или иного хирургического вмешательства, а в принципе, это процесс лечения, который должен осуществляться комплексно и, конечно же, мультидисциплинарной командой. Ну и заключительный слайд, который я бы хотел продемонстрировать, это то, что действительно прогресс не стоит на месте. Это исследование Клеопатра, которое опубликовало свои результаты спустя 8 лет от момента постановки диагноза больным с метастатическим HER2-позитивным раком молочной железы и назначением терапии с применением пертузумаба. Через 8 лет почти 40%, 37% пациентов, более трети живы до сих пор, и 16 из них без признаков прогрессирования заболеваний. То есть 8 лет при метастатическом раке молочной железы большая часть пациентов живут, радуют своих близких, родственников, друзей. И это очень важно как для окружающих, так и для, наверное, самих пациентов. Поэтому, конечно же, терапия должна продолжаться. Это дает шанс тем пациентам, которые этот шанс не имели буквально несколько лет назад. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...